Здравствуйте, уважаемые депутаты! В связи с болезнью председателя законодательного собрания и в соответствии со статьей 43 регламента ежегодного заседания поручено вести сегодня мне. В этом режиме заседание в соответствии со статьей 23 регламента проходит в режиме видеоконференц-связи. Порядок проведения пленарного заседания в этом режиме определен в приложении к распоряжению председателя законодательного собрания 8 декабря номер 232, согласованном с Советом законодательного собрания. Документ до вас этот доведен. В заседании принимает участие губернатор Киевской области Игорь Владимирович Васильев, сенаторы Виктор Николаевич Бондарев подойдет, вот ждем с минуты на минуту, и сегодня у нас тоже присутствует Вячеслав Степанович Тимченко и докладчики, руководители и представители органов государственной власти. Коллеги, прежде чем продолжить, позвольте предоставить слово губернатору области и потом нашим сенаторам. Пожалуйста, Игорь Владимирович. Можно? Нет, нету связи. Хорошо, тогда, Игорь Владимирович, пока у нас такая... Уважаемые коллеги, добрый день, я не знаю, что все слышно, я обращаюсь ко всем депутатам, которые находятся на дальнейшей связи. Уважаемые коллеги, завершается год, непростой год, 2020 год. Пусть было отмечено рядом, ну, уважаемых событий, не только категорического характера, но и все события, которые, кроме всех наших граждан, здоровья, безопасность, пандемия, безусловно, это вещи, которые нарушили привычный уклад жизни наших граждан. Но я хочу отметить и хочу договорить, и руководство области и законодательства границ, мы, уважаемые коллеги, принимали правильные решения в период этих непростых времен. Вы ориентировались на запросы и потребности наших граждан. Прежде всего, это было связано с реализацией получения президента Российской Федерации Владимира Ивановича Путина, руководителей субъектов, в данном случае, нашего губернатора, нашей Думы. И я думаю, что мы успешно преодолели все после заболеваний, но и последствия заболеваний, пандемии, которые поразили не только нашу страну, но и весь мир. Хочу поздравить вас с наступающим новым годом, уважаемые коллеги. Я понимаю, что мы сегодня завершающие заседания собрали в этом году, и поэтому хочу, чтобы в новом году те неприятности, которые мы затруднили в наших гражданах, они ушли, и чтобы мы динамично развивались. Россия – великая страна. Россия – страна, которая заслужит уважения не только у своих граждан, но и у всех жителей планеты. Несловно, с нами считается, с нашей политикой, нашей позиции считается всем государством, и в отличие от того, в конце прошлого столика, в конце двадцатого века, мы сегодня находимся, безусловно, в новом качественном уровне. И это сделано, благодаря, если учеркать, все-таки грамотно, последовательно, реализация политики, которая озвучена на всех временах каких-то при земной стране. У нас реально возродились и окреплены наши вооруженные силы, чему свидетельства, в том числе и, хочу пролечить, если перепасть на дополнительный, но хочу отметить, что достойный представитель наших вооруженных сил, нашего передового, является наш сенатор Вондарин Викторовича, герой России, который в длительное время служил во благо России, во благородины. Я хочу, думаю, что коллеги, мои поддержки, от имени всех нас, Владимир Викторовича и министра обороны Шовича, и всех министров сил, которые создали такой мощный, стратегический, защитный барьер, баланс для нашего государства. Уважаемые коллеги, еще раз поздравляю всех наступающих годах, хочу пожелать, чтобы у вас во всех в новом году было меньше проблем, и чтобы те проблемы, которые находятся в сфере возможностей решения законодательных собраний, исполнительных власти, Государственной Думы, Совета Федерации, Спасибо, Игорь Владимирович, спасибо всех депутатов. Игорь Владимирович, доброе утро. Да, доброе утро, уважаемые коллеги. Ждали вас, но у вас, видимо, важный звонок. Вячеслав Степанович, очень внимательно поздравления, хорошие, добрые слова в преддверии Нового года, спасибо огромное. Несмотря на маски, мы всех узнали. У нас уже такая традиция, наверное, знаете, как будет, скоро маску снимет человек, и мы его узнавать перестанем. А вот в маске все друг друга прекрасно узнаем. Но, тем не менее, коллеги, раз приветствовать вас на заключительном в этом году пленарном заседании законодательного собрания Кировской области. 20-й год у нас для всех был не самый простой. Здесь и инфекция, которая внесла свои коррективы в каждую без исключения сферу жизни. Вот эта самая пандемия заставила нас жить, работать абсолютно в новых условиях, адаптироваться к строгим санитарным правилам. Но при этом двигаться вперед. Нашей главной задачей было сохранить здоровье жителей региона. И второй, не менее главной задачей была сохранить экономику нашего с вами региона. Мы сумели стабилизировать ситуацию в регионе. Наши медики круглосуточно стоят на страже здоровья кировчан. Мы не потеряли своих лидерских позиций во многих отраслях, таких как промышленность, сельское хозяйство. Я от всей души хочу поблагодарить депутатский корпус за активную законотворческую деятельность, за поддержку инициатив правительства Кировской области, направленных на улучшение жизни людей. Ну и конечно за ту здоровую критику, которая подчасто звучит в наших с вами обсуждениях законопроектов. Без этого было бы невозможно принимать взвешенные со всех точек зрения решения. В 2021 году, коллеги, будет избран новый состав законодательного собрания. И нам вместе с вами предстоит плодотворная работа в грядущем году на благом региона и страны в целом. Перед нами стоят очень большие задачи по реализации национальных проектов, по достижению национальных целей, которых перед нами ставит президент. В ближайшее время пройдет до конца года Государственный совет, в котором будут обсуждаться новые цели и задачи, которые нам предстоит решать в следующем году. Я хочу пожелать прежде всего вам, вашим семьям в наступающем году крепкого здоровья, благополучия, успехов и удачи в нашей с вами не самой простой работе. Спасибо, хорошего вам дня, удачной работы. Спасибо, Игорь Владимирович, и от всех депутатов. Спасибо огромное. Коллеги, снова хотелось предоставить Титру Николаевичу. Титру Николаевичу. А есть микрофон? Конечно, есть. Губернатор, слышит? Конечно, слышит. Уважаемый товарищ губернатор, здраво желаю Бодрю, Ведимченко. Мы специально ехали сюда, чтобы выразить свои почтения, свою благодарность вам и всему кировскому народу. Но то, что вы сказали, уже лучше ничего не скажешь, поэтому я просто поддерживаю ваши слова, чтобы они сбились. Удачи, здоровья всем, всего самого хорошего. Спасибо. Спасибо, Виктор Николаевич. Уважаемые коллеги, от имени депутатов я хотел бы также поздравить и Виктора Николаевича, и Вячеслава Степановича с наступающим Новым годом. Ну и еще от имени коллег хочу сказать, что у вас прошли дни рождения. Значит, у кого-то в конце ноября, у кого-то в начале декабря. Значит, поэтому позвольте мне от имени депутатов, Виктор Николаевич, вам слова. Сначала я ему, у него раньше, будто. Спасибо. От имени всех депутатов слова желания. Ну и это небольшой подарок депутатов законодательного собрания. Спасибо. Спасибо. Виктор Николаевич, спасибо. Уважаемые коллеги, продолжаем. Сейчас проведем проверку присутствия. Буду называть фамилии депутатов и прошу вводить их на экран. Депутат Гончаров. Здесь депутат Китов. Здесь. Депутат Костин. Здесь. Депутат Александрова. Не слышно. Спасибо. Здесь. Понятно. Депутат Балыберди. Здесь. Депутат Басюк. Депутат Басюк. Значит, подключим позднее, да. Депутат Березин. Видим, Олег Юрьевич. Депутат Большаков. Здесь, на месте. Спасибо. Депутат Букаря. Видим, Роман Евгеньевич. Депутат Воронков. Видим, Михаил Юрьевич. Депутат Воронина. Здесь. Понятно. Депутат Гозман. Видим, Костин Маркович. Депутат Головков. Здесь. Депутат Гущин. Сергей Сергеевич. Видим. Депутат Звобин. Здравствуйте. Депутат Каримулина. Доброе утро. Здесь. Доброе утро. Депутат Гущин. Доброе утро. Федор Николаевич. Пока не на связи, Федор Николаевич. А вот, Федор Николаевич. Спасибо. Депутат Коврижных. Доброе утро. Доброе утро. Депутат Коновалов. Доброе утро. Здесь. Видим, Геннадий Вячеслав. Депутат Лугинин. Депутат Лугинин. Здесь. Депутат Маликов. Доброе утро, коллеги. Всех с наступающим новым годом. Здравия благополучия в новом году. Спасибо, Анатолий Александрович. Депутат Маликов. Доброе утро. Здесь. Доброе утро. Депутат Медведков. Виктор Иванович. Слышно нас? Виктор Иванович. Еще раз говорю. Я здесь. Вместе с вами на пленарном заседании. Депутат Мельников. Здесь. Видим. Депутат Метелев. Здравствуйте. Нет связи. Депутат Мешков. Депутат Метелев. Депутат Метелев. Депутат Метелев. Понятно. Звук надо наладить. Депутат Манцелидзе. Депутат Морозов. Депутат МерES. Депутат Морозова. депутат платунова видим депутат сандалов видим ли не читались депутат сергеев доброе доброе депутат скворцов здесь видим депутат сураев развлечения депутат цикчина доброе утро депутат пилицина нету звука депутат перешкоп доброе утро доброе утро депутат тюркин здесь депутат уткин здесь депутат шихова доброе утро коллеги васюк не ответил уточните где находится валерий день в кабинете но связь не подключается да но мы увидели время чем поэтому здесь коллеги из пяти четырех депутатов законодательное собрание в настоящее время в режиме вкс участвует сорок один депутат отсутствует тринадцать к воруме имеется заседание законодательное собрание кировской области правомочное и объявляться открытым коллеги просьба держать включенными микрофоны и видеокамеры ваших устройств подключены к системе вкс и средства мобильной связи уважаемые депутаты напоминаю что при голосовании мы будем использовать электронную систему на голосование по каждому вопросу будет отводиться 20 секунд за это время нужно выразить свое волеизъявление результаты голосования будут выводиться на экраны случае каких-либо сбоев голосуем в прежнем формате буду называть фамилию ваше видеоизображение будет выводиться на экраны вы выражаете свое волеизъявление называю называю свою фамилию и слова за против или воздержался леги соответствии с регламентом ряд депутатов которые не смогли принять участие сегодняшнего с заседаний передали свои голоса поэтому прошу депутатов которым переданы голоса при голосовании фиксировать свое волеизъявление волеизъявление депутатов передавших голос заседание транслируется сети интернет на заседание предлагается рассмотреть вопросы включенные в разоснованного проект повестки он состоит из 15 вопросов согласованным с советом упомянованных в распоряжении номер 232 и номер 235 соответствии с частью 3 статьи 71 по решению профильного комитета исключен из перечня вопросов для рассмотрения на данном заседании проекта проект номер 450 463 о внесении изменений закон области законодательным собранием кировской области согласно пункту 7 предложение 2 данному распоряжению если у депутатов предложение по повестке нет предложений коллеги тогда ставлю на голосование вопрос о принятии повестки заседания в целом напоминаю голосуют только депутаты участвующих заседания прошу голосовать спасибо коллеги прошу вывести на экран за 38 воздержался один коллеги за 38 воздержался один принимается депутаты не могут выйти на трибуну предложение обнести мне пишет раввилерами мы будем вместе дознать пищу под федор васильевой федора николаевич киселев тоже не может тогда отдельно а там надо кнопка нажать видите на трибуну коллеги нажмите кнопку выйти на трибуну федор николаевич федор николаевич добрый день коллеги меня слышно да слышно у нас повестка утвердена уже да проголосовали тогда вопрос снимается то есть мы повестку утвердили в целом но или все уже все проголосовали в разных америках повестка проголосована результат есть я предлагаю еще раз проголосовать потому что не все все могут разобраться с электроникой поэтому давайте еще раз проголосуем у меня выступление у меня тоже выступление в разном в разном да у меня перед утверждением повестки пожалуйста да добрый день коллеги у нас значит рассматривался на комитете вопрос о перераспределении полномочий по организации автотранспортного сообщения он стоит у нас одиннадцатым вопросом в поездке дня значит исполняющая обязанность заместителя министра докладывала нам одну информацию вот ко мне поступает информация о том что депутатов в заблуждение по поводу организации публичных слушаний общение с автоперевозчиками даже там назывались два автоперевозчика даже с хпатом у нас не общались поэтому и у нас области огромное обращение идут депутаты городской думы удивлены почему их не спросили без них отказывается город от полномочий я ты считаю что вопрос требует проработки определенной даже не проработки а доработки я был одним из инициаторов чтобы принять законопроект в первом чтении поэтому не считаю что имею полное право выступить всем чтобы исключить данный вопрос из рассмотрения поездки дня благодарю прошу поддержать не вообще вопрос по какому распоряжению сейчас идем по номер 232 до дополнениями или в той редакции значит коллеги необходимо проголосовать коллеги поддерживаю инициативу федора николаевича киселева мне такие же обращения тоже поступают от перевозчиков в том числе от тех которые 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 вчера упоминала замминистра в части проведения переговоров и оценки мнений самых крупных перевозчиков я вообще не беру в расчет тот факт что у нас есть и другие крупные перевозчики даже те которые были вчера упомянуты такая же информация есть что не участвовали в обсуждении это первое второе слово в разное спасибо нет запишите слово разным владимир санч коллеги поступило предложение проголосовать за предложение федора николаевич прошу голосовать надо предложение это сформулировать как бы мы голосуем за что-то за исключение да то есть надо это озвучила что он предлагает исключить из повестки дня данный вопрос я вам напоминаю что комитет рассматривал данный вопрос и решение комитета принять в первом чтении поэтому коллеги комитет действительно серьезно обсуждал и предлагалось даже два чтения но решение комитета все-таки было принять в первом чтении федор николаевич носит как бы свое предложение поэтому прошу голосовать кто до голосование процедурные по доверенности не голосуется прошу голосовать его уважаемые депутаты голосовать предложение федора николаевич за 20 против 9 воздержались 8 решение не принято прошу прощения прошу прощения где голосование как я могу определиться прошу прощения у нас 38 присутствующих 20 голосов я поддерживаю федора голосовать не электрон олег юрьевич и в руках голосовали никак понятно спасибо сергей сергеевич тоже никак и голосовал больше не высвечивает позиция ваша какая-то решение комитета первом чтении это николаевич внес свое предложение я поддерживаю я поддерживаю ее предложение я поддерживаю ее предложение разрешение принято теперь принято сейчас выкина принято дина горячь да да ваше мнение по предложению федора николаевича ну вот мы на комитете приняли решение в первом чтении да но вопрос на самом деле сырой поэтому снимать я решение комитета есть можно работать ведь а так мы задвинем этот вопрос что такого то давайте будем работать то есть виза первого чтения да за решение комитета понятно принимаем предложение федора николаевича или за решение комитета да нет он не отменяет решение комитета предложил снять этот вопрос рассмотрения такую в том то и вопрос то голосовали за предложение федора николаевича решение комитета уже есть рассматривать первом чтении поступило предложение депутата федора николаевича поэтому и голосовали за это предложение за исключением за исключением я голосую за исключение этого вопроса да значит тогда уважаемые коллеги мое мнение за исключение из списка еще кого мнение не спросили павел анатольевич комментируйте кто член 23 за 10 против 8 сдержалась за исключение да коллеги тогда решение принято вопрос исключен из повестки большинством голосов продолжаем работу коллеги первый вопрос о проекте закона области в основном бюджете на 2021 год и на плановый период 22 и 23 годов второе чтение слово предоставляется Роман Альбертович Титову заместитель председателя законодательного собрания представителю комитета по бюджету налогом и иным доходным источникам и контролю за эффектным за эффективным использованием бюджетных средств пожалуйста Роман Альбертович уважаемые коллеги проект закона принят в первом чтении 19 ноября текущего года ко второму чтению поступили предложения от губернатора Кировской области депутатов законодательного собрания на предложение внесенное депутатами получено заключение губернатора до 7 декабря осталось заседание согласительной комиссии по бюджету комиссия приняла решение согласиться с предложением поступившим от губернатору области на предложение депутата законодательного Shadow депутаты согласился с решением согласительной комиссии и рекомендует законодательному собранию принять правильный закон во втором чтении с учетом предложения, одолганных комитетом. Таблица предложения, рекомендованных принятий, вам была направлена после заседания комитета. По предложениям губернатора прошу дать слово Ларису Маковееву, министру финансов Кировской области. Спасибо, Роман Альбертович. Коллеги, вопросы к Роману Альбертовичу? Вопросов нет. Желает ли кто выступить? Нет. Значит, слово тогда предоставляется Ларисе Александровне, министру финансов Кировской области. Пожалуйста, Лариса Александровна. Спасибо. Уважаемые депутаты, после утверждения проекта закона об областном бюджете на плановый период в соответствии с законом о бюджетной процессе параметры бюджета, то есть доходы и расходы бюджета могут уточняться только на сумму федеральных средств, которые предоставляются из федерального бюджета и в небюджетных фондах. А также могут выноситься предложения и рассматриваться вопросы перераспределения средств в рамках тех, которые предложены и утверждены в первом чтении. Поэтому губернаторам области внесены предложения по корректировке в первую очередь средств федерального бюджета и в небюджетных фондах. В целом, с учетом тех параметров, которые заложены в федеральном бюджете, которые учтены ко второму и третьему чтению проекта федерального бюджета на плановый период, предлагается уточнить доходы и расходы областного бюджета на следующую сумму. В 2020 год 451 миллион рублей, в 2021 год 22 миллиона рублей, в 2022 год 749,9 миллионов рублей. На данную сумму уточняются, повторюсь, и доходы, и расходы областного бюджета. Данная корректировка производится с учетом тех распределенных средств, которые сейчас уже есть в федеральном бюджете на плановый период. И в соответствии с теми межбюджетными трансфертами, которые утверждены федеральным законом, предлагается ко второму чтению увеличить ряд субсидий, которые были учтены в первом чтении, но данные суммы увеличены. И в первую очередь, я, наверное, зову три субсидии, которые увеличиваются. Это первая субсидия на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства. Второе направление это увеличение безвозмездных поступлений из фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства. И третья субсидия, которая значительно увеличивается, это субсидия на поддержку малого и среднего предпринимательства. Также предусматриваются три субсидии, которые вообще первоначально не были распределены по регионам и не учтены в проекте бюджета, который рассматривался в первом чтении. Это субсидия на обеспечение мероприятий по формированию и функционированию инфраструктуры на участках мировых судей. Вторая субсидия это субсидия на государственную поддержку производства масленичных культур. Сумма предполагается на все три года 2021 по 2023 годы. И также субвенция на обеспечение жильем ветеранов. Это тоже сумма предлагается на три года. Также в рамках представленных предложений, что касается межбюджетных отношений, есть предложения в сторону сокращения, но данное обстоятельство обусловлено общими подходами, которые выработаны на федеральном уровне и по которым пересмотрен принцип распределения по всем субъектам Российской Федерации. Следующее направление в представленных предложениях это обеспечение софинансирования к тем средствам, которые будут дополнительно получены из федерального бюджета и внебюджетных фондов. И дополнительно потребуется средств для того, чтобы обеспечиться финансирование 13,1 миллионов рублей. И данная сумма предусматривается. И средства изыскиваются за счет резерва, который был сформирован в рамках бюджета, который рассматривался в первом чтении. И следующий блок вопросов, который предлагается для рассмотрения депутатов, это распределение высвобождаемых от реструктуризации бюджетных кредитов средств, которые остаются в регионе. Я напомню, что объем высвобождаемых средств в 2021 году составляет 2,3 миллиарда рублей. И в соответствии с теми правилами, которые установлены на федеральном уровне, данные средства могут быть направлены по трем основным направлениям. Во-первых, это на цели снижения поступлений собственных доходов к уровню 2019 года. Второе направление, это на мероприятие, связанное с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, это второе направление. И третье направление, которое мы сейчас и предлагаем сделать, это направление средств на исполнение показателей и результатов, которые установлены для региона по национальным проектам. Значит, у нас, когда рассматривался бюджет в первом чтении, объем сформированного резерва составил 1,6 миллиардов рублей, то есть это сумма, которая не распределена на сегодняшний день в областном бюджете в проектировках на 2021 год. Поэтому предлагается сейчас частично распределить данный резерв в сумме 796,1 миллионов рублей. Основное направление, которое предлагается рассмотреть, во-первых, это реконструкция корпуса инфекционной клинической больницы. Объем средств 177 миллионов рублей предлагается направить. Второе направление, это строительство школы в городе Кирове. Сумма средств которой предлагается направить на данное направление 301,6 миллионов рублей. И кроме того, говоря также о строительстве школ, предлагается рассмотреть вопрос о дополнительных средствах, которые будут направляться на строительство школы в ПГТ Радужный. И напомню уважаемым депутатам, что сумма средств, она предусматривается, львина сумма средств из федерального бюджета в 2021 и 2022 году. Но та сумма средств, которая изначально предполагалась, она уменьшена для Кировской области. И для того, чтобы обеспечить строительство в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией, дополнительно требуется увеличить ассигнование. И как раз предлагается направить за счет данного резерва на данное направление. Также говоря о строительстве школ, необходимо отметить, что в предложенных предложениях предлагается направить 11,6 миллионов рублей на разработку проектно-сметной документации на строительство школы в городе Налинске. Следующее направление, это предлагается, опять же, увеличить и предусмотреть субсидию городу Кирову на строительство ливневой канализации от жилого района Орванцева с очистными сооружениями в районе улицы Ульяновской. Сумма средств это 137,4 миллионов рублей. Данное направление, оно будет направлено в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства с учетом тех средств, которые предоставляются региону из федерального бюджета и как раз нацелены на исполнение показателей национальных проектов. И также, если говорить о национальном проекте, о национальных проектах, то следующее направление, это мероприятие, которое реализуется в рамках национального проекта экология, федерального проекта чистая вода. Предлагается предусмотреть средства на разработку проектно-сметных документаций на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения. Значит, данное средство позволит разработать проектно-сметные документации и в дальнейшем, уже в 2022-2023 году, привлечь средства федерального бюджета уже непосредственно на обеспечение строительства и реконструкцию объектов. Также предлагается предусмотреть субсидии местным бюджетом на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в связи с предполагаемой увеличением стоимости одного квадратного метра и данное направление связано именно с теми муниципальными образованиями, которые будут осуществлять строительство объектов и в результате чего стоимость, она будет несколько выше, нежели та стоимость, которая закладывается при предоставлении средств из федерального фонда. Поэтому 45,1 миллиона рублей предлагается направить как раз на увеличение стоимости квадратного метра и это будет субсидия предоставлена трём муниципальным образованием. А вот это основные предложения, которые представлены губернатором. В итоге, уважаемые депутаты, подчеркну, что останется резерв средств, который не распределен как раз от высвобождения средств в результате реструктуризации бюджетных кредитов в сумме 825 миллионов рублей. Предполагается, что эти средства будут направлены в ходе исполнения бюджета именно на компенсацию снижения поступлений бюджет собственных доходов. Мы ситуацию будем отслеживать и как раз реагировать с учетом того, как будет происходить исполнение бюджета по собственным доходам. И второе мероприятие, это тоже закладывается за счет данного резерва, это на мероприятие по профилактике устранения последствий распространения коронавирусной инфекции. То есть это тоже вопрос, который будет рассматриваться исходя из ситуации, которая будет складываться, исходя из тех вопросов, которые будет необходимо решать в течение 2021 года. Уважаемые депутаты, с учетом внесенных изменений и предложений губернатора, уточненный параметр областного бюджета на 2021 год составит по доходам 66,4 миллиардов рублей, по расходам 67,5 миллиардов рублей, с дефицитом в размере 1,1 миллиардов рублей. И показатели дефицита, они не меняются по отношению к этому объему, который утвержден в первом чтении. Уважаемые депутаты, прошу поддержать законопроект во втором и окончательном чтении. Спасибо. Спасибо, Александр Александрович. Коллеги, вопросы к Ларисе Александровне? Пожалуйста, Петр Васильевич. Всем добрый день, коллеги. У меня такой вопрос. Безусловно, что есть и позитивные, так скажем, направления, то, что строительство новых объектов для образования, это все очень хорошо, но есть и моменты, которые у меня вызывают определенное беспокойство. В частности, то, что нам из федерального бюджета сокращаются субсидии на блок образования, то, что касается профессионального образования, переквалификации, дополнительного образования, все эти расходы и в 21 году, и в 22, и в 23 будут, так скажем, нивелированные. С чем это связано, мне бы хотелось уточнить. И еще такой момент. У нас на сельское хозяйство последние три года выделялась одна и та же сумма. На 21 год запланировано значительное сокращение субсидий из федерального бюджета и из областного бюджета. Говорить о том, что мы хотим развивать эту отрасль, и она является ключевой, при этом сокращая на нее финансирование. Но это, наверное, не совсем правильно. Это меня беспокоит. Поэтому позиция нашей фракции – не поддерживать предложенный закон о бюджете. Спасибо. Понятно. Пожалуйста, Лариса Александровна. Я, наверное, скажу по образованию следующее. Я говорила в своем выступлении, что мы приводим средства, которые предоставляются из федерального бюджета, с теми средствами, которые учтены в федеральном бюджете на плановый период. Действительно, по некоторым направлениям там есть суммы к снижению, но это общая тенденция, которая выработана на федеральном уровне в результате того, что уточняются направления расходования средств в рамках национальных проектов. И часть вопросов, они переносятся на более поздний период, на 2022-2023 год. Сейчас предлагается утвердить только то, что есть в федеральном бюджете. В дальнейшем правительство области работает с федеральными министерствами. Направлены заявки по строительству школы, по детским садам. Я думаю, что мы будем работать в ходе исполнения бюджета с федеральными министерствами. Теперь, что касается вопрос по сельскому хозяйству. Да, мы объясняли причину, почему снижается направление, связанное не только с поддержкой сельского хозяйства, но и с поддержкой других отраслей, именно не социальной сферы. Это связано с необходимостью балансировки областного бюджета и обеспечением периодизации расходов на социальное направление. И мы хотим сказать о том, что вопросы это обсуждались, и все они поставлены на контроль и будут рассматриваться в ходе исполнения бюджета. Мы предполагаем, что уже будем рассматривать вопрос даже при первых поправках в областной бюджет. Планируем в феврале 2021 года с учетом показателей и тех параметров, которые сложатся по итогам исполнения 2020 года. Поэтому вопрос, он действительно есть, на контроле и он будет решаться в ходе исполнения бюджета. Спасибо. Коллеги, еще вопросы у нас есть? Пожалуйста, Владислав. Еще раз добрый день, уважаемые коллеги. Безусловно, франция ЛДПР поддерживает два направления. Это строительство школы на Пролетарской в городе Кирове и выделение денежных средств на проект школы в Налинске. При этом хотелось бы вот на чем внимание заострить по этим темам. Первое, большая просьба, Дмитрий Александрович, к тому, чтобы здание на Пролетарской отошло, я не знаю, как филиал может быть, 24-й школы, потому что в городе Кирове большая проблема с местами в школах в Первомайском районе и действительно это бы решение разгрузило 24-ю школу, позволило бы детям учиться в более комфортных условиях. Второе, по Налинску. Деньги на проект есть, это уже отрадно и здорово. Надеемся, конечно, здесь Федерация пойдет навстречу и предусмотрит денежные средства на строительство школы. Если нет, предлагаем, конечно же, тогда планировать областные деньги и в кратчайшие сроки. У нас так было с дорогой Альмеш-Скрябина, когда мы тоже ждали федеральных денег, но поняв, что их не будет, решили вопрос самостоятельно. Надеюсь, что по школе в Налинске будет примерно так же, потому что очень много людей ждет эту школу. То есть там сильно перегружена школа, вы эту проблему и так знаете. Дальше опасения, конечно же, вызывает сокращение на 90 миллионов финансирования службы занятости. Причем, я так понимаю, это финансирование не связано с сокращением финансирования на саму службу, а именно по тем программам, которые реализуются. Надеюсь, точно так же профильные структуры проведут переговоры с федеральным своим руководством и добьются выделения этих денежных средств обратно на Кировскую область. Кроме этого, если уж завершать тему школы, детства, садов, крайне важно, мы направляли свои предложения в проект бюджета, крайне важно заложить денежные средства на подготовку к новому учебному году, потому что без этих средств крайне сложно будет многим школам города Кирова и Кировской области войти в учебный год нормально. Естественно, планово нужно опять-таки ремонтировать те самые школы, потому что новые школы, безусловно, нам нужны, важны, без ремонтов старых тоже не обойтись. И, пожалуй, финальная точка по социалке, настаиваем с коллегами по фракции ЛДПР на том, чтобы выплаты семьям, чьи дети старше трех лет не пошли в детский сад, были увеличены с 2000 до 10. несмотря на все заверения и обещания, очередь в детские сады до сих пор в Кирове не ликвидирована, и если так уже случилось, если этот факт принять, то, безусловно, нужно выплаты повысить для того, чтобы всеми с детьми могли оплачивать частные детские сады. Спасибо. Спасибо, Владимир Александрович. Коллеги, еще есть ли у кого выступление? Пожалуйста, Роман Андреевич. Тоже, коллеги, краткое выступление. Не могу не обратить внимание на расходование средств дорожного фонда. То есть, да, дорожный фонд у нас год от года растет, и слава Богу, но растет и дисбаланс между городами Кировской агломерации, которые у нас, собственно говоря, ремонтируются на средства федерации, на средства национальных проектов, и в Кирове, в Кирово-Чепецке, и в Слободском большинство дорог, больше уже там 60-70%, они находятся в нормативном состоянии. Однако, что касается дорог малых городов, пример Орлов я приводил на одном из наших депутатских заседаний, где в 2022 году только выделят 6 миллионов, при том, что на ремонты, а там на одну улицу надо 11 миллионов уже в этом году, количество предписаний зашкаливает. Слободской район, район огромный, население района это практически там 25 с лишним тысяч человек, то есть сколько в городе живет, но качество дорог, всего разности финансирования, оно несопоставимо. И в итоге, коллеги, я в ходе исполнения бюджета прошу и министерство, если нас слышат дорожники, обратить внимание на то, что нам необходимо подтягивать реализацию местных региональных дорожных инициатив к тому качеству и тому уровню, которые мы ведем по федеральным инициативам. Люди у нас живут абсолютно с одинаковыми правами и обязанностями, право на хорошие дороги имеют как жители сельских территорий, малых городов, так и жители Кировской агломерации. Спасибо. Спасибо. Еще у кого, пожалуйста, пожалуйста, Татьяна Викторовна. У меня вопрос к Ларисе Александровне. Слышно меня, да? Вопросы уже были, но вернитесь к Ларисе Александровне, тогда задайте. Лариса Александровна, будут ли выделены денежные средства на предоставление субсидий молодым семьям на улучшение жилищных условий? Сейчас не скажу, наверное, давайте я индивидуально вам направляю эту информацию. Это правда, что выделяется. Ждем ответа на данный вопрос. Уважаемые коллеги, есть ли у кого еще какие-либо вопросы, выступления? Игорь Сергеевич, пожалуйста. Коллеги, доброе утро. У меня общий вопрос. Не знаю, наверное, Роман Альбертович может ответить. Лариса Александровна, в этом году в конце августа районам были выделены средства на подготовку к отопительному сезону. Некоторые районы получили меньше той суммы, которую они запрашивали. Соответственно, пришлось вносить изменения в проектно-смертную документацию, процедуру согласования, выбор подрядной организации, ну и так далее. Вся эта процедура. И в итоге получилось то, что на ремонт, там у кого-то ремонт котлов, еще какие-то, вышли уже в тот момент, когда отопительный сезон начался. Вот у меня пожелание, чтобы когда будут этот вопрос рассматриваться в 2021 году, такой ситуации не случилось. Коллеги, еще... Четко ли рассказал, все ли понятно? Спасибо. Вот дополнительно еще Роман Альбертович по данному уже вопросу. Роман Альбертович, полностью вас поддерживаю. Более того, что у нас перечень объектов, которые необходимо отремонтировать в ходе подготовки к отопительному сезону, появился полной информации в середине июля. Хотя по итогам отопительного сезона уже в апреле было понятно, что нам надо ремонтировать. Я на это обращал внимание на координационном совещании у главного федерального инспектора в сентябре этого года и сказал там, что невозможно за август корректно подготовить нормальную ПСД, провести торги. Успели, сделали кое-как, но давайте вот как дорожники, они сейчас уже торгуют объекты на следующий год. Давайте мы тоже будем потопительную сезону, мы примерно понимаем, где недоремонты накопились, где что. Хотя бы начинать с апреля эти торги проводить. Поэтому полностью вас поддерживают. Спасибо, Роман Альбертович. Коллеги, Дмитрий Саныч, пожалуйста. Есть ли подключение? Да, все, подключено, спасибо. Да, слышно вас, Дмитрий Саныч? Да. Что? Спасибо, Дмитрий Саныч. Уже, мои коллеги, есть предложение поставить вопрос на голосование о принятии предложений, рекомендованных к принятию комитетом, профильным комитетом. И за это я прошу голосовать. За решение профильного комитета, предложения, которые были приняты на профильном комитете. Голосуем. Павел Анатольевич, озвучит. За 36 против 2 воздержалось 10. А выводим тех, кто не голосовал. Гущин Сергей Сергеевич. Сергей Сергеевич, ваше мнение? Я заново. Вы знаете, мне, честно сказать, очень неприятно все время вот эта ситуация такая, что кто не вас слышал, еще что-нибудь. Мне выстречиваться, добиться по голосованию. Это каждый раз, что вчера в заседании, что сегодня. Надо порядок нам навести вопрос. Коллеги, пока техническая служба иметь в виду, значит, необходимо как бы поработать по этому вопросу. Спасибо, Сергей Сергеевич. Коллеги, есть ли еще какие-то пожелания? Тогда ставлю на голосование вопрос о принятии... Сандалов? Ну, давайте кто-нибудь там, Михаил Леонидович, если вы говорите, то Леонид Витальевич, пожалуйста, прошу тишины, коллеги. Леонид Витальевич. Что? Я голосовал? Проголосим. Зачурено. Зачурено, а только за проект закона он мне дал доверенность, а по правкам не было? Нет, доверенности указано было конкретно. Я голосовал. Я голосовал. Анатолич, что там еще? Алексей Маркович. Я почему-то не мог включиться, но я голосовал за. Да, я хотел просто Ларисе Александровне по ходу вопрос задать небольшой. Ну, раз уж включили меня. Лариса Александровна, сколько запланировано денег на Налинск? Я прослушал на комитете почему-то этот вопрос. 11,6 миллионов рублей на разработку ПСД. Ну, просто, как бы, я будучи депутатом, мы планировали вообще взять проектирование, вплоть до рабочего проекта, на себя. Понимая, что этот вопрос действительно там жизненно важный, и уже немножко мы его долго как бы ведем. У нас много что получается с Дмитрием Александровичем, мы много работы проделали. Я думаю, что это решается, если в будущем, скорее всего, что мы сделаем, ну, мы сделаем этот проект. Понятно? Спасибо. Дмитрий Александрович. Ну, средства предусмотрены, нам самое главное, чтобы появился проект в соответствии с теми техническими требованиями, которые требуют от нас население района. А Константин Маркович, если, в общем-то, в рамках пожертвования сделает проект, даст органам местного самоуправления, то, в общем-то, только слава благодарности, эту работу нам нужно провести в этом году и как можно быстрее. Спасибо. Ну, да. Все, спасибо. Коллеги, вопросов больше нет, да? Тогда ставлю на голосование вопрос о принятии данного проекта закона в окончательной редакции с учетом принятых предложений. Прошу голосовать. За, 36, 2, против, удержалось, 8. Я голосовал уже. Итог, пожалуйста, Павел Анатольевич. Сейчас, тогда, выведем. Сергей Сергеевич. Может, вас спрашивай, кто-то, может быть, технически там не вывел, а так, где-то, право депутата не нажимать. Пожалуйста, вот, в мельниках на экране. Я воздерживаюсь. Ну, вы тогда записали в одержавшихся. Павел Анатольевич. Вот еще Митилев. Я за проголосовал. Видите, голосовали за. Результат, Павел Анатольевич. Павел Анатольевич. Уважаемые коллеги, за, 38, против, 2. Вы сдержались, 9. Решение принято. Коллеги, переходим ко второму вопросу. О проекте закона области о бюджете Кировского государственного территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2021 год и на плановый период 22 и 23 годов. Второе чтение. Слово предоставляется Арману Анатольевичу Китову, заместителю председателя законодательного собрания, председателя комитета по бюджету. Да, пожалуйста, Арман Анатольевич. Уважаемые коллеги, проект закона принят в первом чтении 19 ноября 2020 года. У закона проекта предложение ко второму чтению не поступило. Комитет по бюджету рекомендует законодательному собранию принять проект закона во втором чтении. Основные характеристики бюджета фонда на 2021 год составят доходы 19 млрд 908 млн 587 600 рублей, расходы 19 млрд 977 млн 587 600 рублей, дефицит 69 млн. рублей. Прошу коллеги поддержать принятие закона во втором чтении. Коллеги, вопросы, Арман Анатольевич? Если вопросов нет, желает ли кто выступить? Выступающих тоже нет. Ставлю на голосование вопрос о принятии данного проекта закона в окончательной редакции. Прошу голосовать. Денис Михайлович, просьба передавать мне результаты. По системе электронного голосования за 35, против трое, воздержались 8. Не голосовали. Олег Юрьевич, я за. Михаил Сергеевич, пожалуйста, ваше слово. Как голосовали? У нас нет регистрации. Михаил Сергеевич, как голосовали? Я голосовал за. Я нажимал. 37. Депутат Сыкчина. Не отвечает. Ну, значит, как будет. Олег Юрьевич, пожалуйста, ваше мнение. Меня слышно, да? Я против голосовала. Считайте голос. Пожалуйста, не кормите. Я тоже против. Запишите. Все там, да? Значит, против 5 получается, да? 37 за, 5 против, 8 воздержалось. Я правильно озвучил? Все правильно. Уважаемые коллеги, переходим к третьему вопросу повестки заседания. На проекте закона области внесения изменений в закон Кировской области в областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов в двух чтениях. Слово предоставляется Ларисе Александровне Маковееву, министру финансов Кировской области. Пожалуйста, Лариса Александровна. Уважаемые депутаты, на ваше рассмотрение представлены изменения в бюджет 2020 года. И надо сказать, что это четвертое изменение, которое вносится в бюджет на текущий финансовый год. Год был достаточно непростым, поскольку он был непредсказуемый с точки зрения поступления собственных доходов и с точки зрения именно оказания финансовой поддержки из федерального бюджета. И как раз во всех вносимых изменениях в бюджет мы как раз корректировали данное направление. Но самая главная, основная цель, которая закладывается при внесении изменений в бюджет, это обеспечение социальной направленности, обеспечение тех направлений, которые предусмотрены в бюджете на текущий год. Значит, что предлагается рассмотреть в рамках поправок именно 2020 года? Во-первых, это корректировка безвозмездных поступлений из федерального бюджета. На уровне правительства Российской Федерации принимаются постановления о предоставлении субсидий и дотаций дополнительных в регион. И поэтому сейчас предлагается скорректировать общий объем безвозмездных поступлений на 1,534,000,000 рублей. Это связано именно с тем принятием нормативных документов на федеральном уровне. И основное, конечно же, увеличение это предусмотрено на мероприятия в связи с распространением коронавирусной инфекции. И основные направления это связаны с предоставлением стимулирующих выплат медицинским работникам и работникам организации социального обслуживания. На данное направление в поправках предлагается увеличить данную сумму на 728,1 миллион рублей. И в результате на выплаты в течение финансового года будет направлено 1,830,000,000 рублей. Надо сказать, что данных средств будет достаточно для того, чтобы обеспечить выплаты стимулирующих характера по октябрь месяц включительно. Что касается выплат за ноябрь-декабрь, то на федеральном уровне изменены подходы по выделению данных выплат. И за ноябрь и декабрь выплаты пойдут через фонд социального страхования. Также в рамках поправок предлагается увеличить мероприятия по оснащению, переоснащению медицинских организаций, оборудованием, приобретением лекарственных препаратов. Из федерального бюджета на данную цель выделено дополнительно 277 миллионов рублей. Это в тот период после последних изменений в закон о бюджете. Также предлагается увеличить субвенцию на социальные выплаты безработным гражданам в сумме 406,6 миллионов рублей. Совокупно общая сумма субвенции, которая предоставляется из федерального бюджета в текущем году, как раз на социальные выплаты безработным граждан составит 1,871,000,000 рублей. То есть это та сумма, которая будет получена в 2020 году. Также предлагается скорректировать и увеличить субсидии, которые направляются на выплаты для детей в возрасте от 3 до 7 лет. И также выплаты, назначаемые в случае рождения третьего ребенка. Объем средств соответственно составит 357 миллионов рублей и 64,3 миллиона рублей. И данное изменение обусловлено уточнением численности получателей субсидий и выплат для того, чтобы обеспечить данные выплаты всем нуждающимся, кто вообще может претендовать на данные выплаты в полном объеме в текущем году. В рамках представленного закона проекта предлагается скорректировать ряд межбюджетных трансфертов в сторону уменьшения. Это тоже по направлениям связи с мерами социальной поддержки. Но, уважаемые депутаты, сразу же подчеркну, что уменьшение также связано с уточнением количества получателей данных выплат. И даже по тем выплатам, по которым предлагается уменьшение субсидий и субвенций, все выплаты будут осуществлены в установленные сроки и в полном объеме. Второй блок вопросов, который предлагается рассмотреть, это корректировка объема собственных доходов на 2020 год. Уважаемые депутаты, я, наверное, напомню, что когда вводились ограничительные мероприятия, прогноз по недопоступлению собственных доходов в областной бюджет составлял в пределах 10%. И было на то подтверждение рамках поступления собственных доходов во втором квартале, но с третьего квартала, в третьем и четвертом квартале, ситуация по поступлению собственных доходов достаточно стабилизировалась. И по состоянию на 1 декабря объем собственных доходов составил 29,8 миллиардов рублей. Со снижением к уровню 2019 года на 2,4%. Что касается ожидаемой оценки до конца финансового года, то по оценке управления Федеральной новологовой службы, объем собственных доходов составит 33,2 миллиарда рублей, или со снижением к уровню 2019 года на 1,4% в сумме, если в суммовом выражении в пределах 500 миллионов рублей. Если же, конечно, сравнивать с показателями, которые были первоначально утверждены законом о бюджете на 2020 год, то снижение составит 6% или 2,1 миллиарда рублей. Что касается компенсации данных о снижении поступлений по доходам, то надо сказать, что основная компенсация снижения доходов, это компенсировано за счет средств федерального бюджета. Напомню, что из федерального бюджета Кировской области выделено 2,2 миллиарда рублей, из которых 1,9 как раз направлено на ситуацию именно по доходам областного бюджета и часть средств направлено муниципальным образованием для обеспечения сбалансированности. Поэтому для того, чтобы в целом обеспечить исполнение бюджета по собственным доходам, сейчас в рамках предложенных поправок предлагается скорректировать собственные доходы, уменьшив их объем в целом на 241,8 миллионов рублей, исходя из той динамики, которая складывается, и с учетом ожидаемой оценки до конца года. Предлагается уменьшить поступление по отдельным налоговым доходам, это по налогу на прибыль организации, по НДФЛ, по акцизам на крепкие алкогольную продукцию, по налогу на имущество организации. Одновременно, исходя также из динамики поступлений собственных доходов, прогноз по акцизам на спирт, по упрощенной системе налогообложения, а также по доходам от использования и реализации имущества, предлагается скорректировать сторону увеличения. И в результате тех вносимых изменений показатели по собственным доходам составят 33,2 миллиарда рублей, и этот показатель будет выполнен по итогам 2020 года, по итогам исполнения бюджета текущего года. Если переходить уже к расходам, то необходимо сказать, что в целом расходы увеличиваются на 1,1 миллиарда рублей, в том числе за счет федеральных средств на 1,5 миллиардов рублей, это увеличение и одновременным сокращением расходов областного бюджета на 352,8 миллионов рублей. Значит, сокращение расходов областного бюджета, оно обуславлено несколькими факторами. Во-первых, предлагается сократить расходы на обслуживание государственного долга. Это стало возможным только за счет, благодаря той работы, которую мы ввели по оптимизации расходов на обслуживание, за счет привлечения более дешевых кредитов из коммерческих банков, а также за счет той экономии, которая сложилась в результате торгов, и переносом ряда мероприятий на более поздние периоды 2021-2023 годы. Значит, что за счет предлагаемых поправок предлагается решить? Во-первых, решить вопрос выплаты заработной платы и уплаты страховых взносов в установленные сроки. Предлагается скорректировать и направить дополнительные средства, в том числе и муниципальным образованием, и в результате данного направления средств выплаты заработной платы будут обеспечены в полном объеме и в установленные сроки с учетом реализации указов президента по повышению заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы. Второе направление предлагается скорректировать расходы, связанные с предоставлением мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. В целом, на данном направлении предлагается законом дополнительно направить на предоставление мер социальной поддержки 31,4 миллионов рублей, а также внести перераспределение по отдельным мерам социальной поддержки внутри тех средств, которые сейчас предусмотрены в бюджете. Данное направление и данные поправки позволят обеспечить и выплатить меры социальной поддержки в полном объеме в декабре месяце за те выплаты, которые начислены за декабрь текущего года. То есть, по большому счету, мы выплатим в текущем году все выплаты, которые уже начислены за декабрь текущего года. Напомню, уважаемые депутаты, что в предыдущие годы выплаты за декабрь нечастично осуществлялись в следующем году, уже в январе следующего финансового года. Следующее направление тоже достаточно важное. Это увеличение субсидий ресурсоснабжающим организациям в связи с регулированием тарифов для населения за жилищно-коммунальные услуги. В данном направлении мы предлагаем корректировать каждую поправку. И сейчас предлагается дополнительно направить 157 миллионов рублей на данное направление. И в результате данных поправок все расчеты с ресурсоснабжающими организациям будут обеспечены за октябрь месяц включительно. И это как раз будет соответствовать действующему порядку, то есть выплаты будут в соответствии с порядком обеспеченных в полном объеме. Все, что касается выплат за ноябрь-декабрь, они будут осуществляться в соответствии с порядком уже в январе-феврале следующего финансового года. Также предлагается направить средства на лекарственное обеспечение дополнительно 50 миллионов рублей. И, уважаемый депутат, подчеркну, что в текущем году именно на лекарственное обеспечение за счет средств регионального бюджета будет совокупно направлено 692 миллионов рублей. Это, наверное, такая сумма значительная, которая в предыдущие годы таких средств не направлялась. Также предлагается направить финансовую помощь муниципальным образованием области. Остановлюсь на межбюджетных трансферах в сумме 46,1 миллионов рублей, которые предлагаются направить муниципальным образованием на возмещение части расходов, которые муниципалитеты направили на транспортное обслуживание пригородных муниципальных маршрутов. Это такое направление, которое, наверное, особенно требовало решения в таких муниципальных образованиях. И тоже муниципалитетами принимались решения по увеличению расходов из местных бюджетов, поэтому принято решение сейчас компенсировать часть расходов, которые понесли муниципальное образование. И данные средства, они могут быть направлены, в принципе, на сбалансированность бюджета уже в рамках местных бюджетов текущего года, либо направить данные средства в следующем финансовом году тоже на данное же направление, на транспортное обслуживание. И такое решение будут принимать каждые муниципалитеты самостоятельно, исходя из ситуации. И также предлагается направить средства на предоставление дополнительной субсидии аэропорту Победилова. Данные средства, они также обусловлены снижением пассажиропотока, а также необходимостью выплаты заработной платы работникам аэропорта, установленной сроки и в необходимом объеме. В результате вносимых изменений дефицит областного бюджета уменьшается на 135,3 миллиона рублей и составит 1 миллиард 12 миллионов рублей по итогам 2020 года. Что же рассматривать, если представлены предложения по источникам дефицита бюджета, то первое направление, которое предполагается, это уменьшается объем погашения бюджетных кредитов на сумму 1 миллиард 563 миллионов рублей. То есть это та сумма средств, которая ранее планировалась направить на погашение бюджетных кредитов, но в соответствии с теми решениями, которые приняты на федеральном уровне, эта сумма остается в регионе в целях обеспечения первоочередных расходов. Поэтому уменьшается объем погашения бюджетных кредитов. Соответственно, на сумму 779 миллионов рублей не привлекаются банковские кредиты, и часть средств, которые составляют 819 миллионов рублей, она направлена на изменение остатков средств, то есть на формирование остатка средств, который перейдет на 2021 год, и который, уважаемые депутаты, мы также уже учли с вами при принятии бюджета на следующий финансовый год. И дополнительное предложение направлено депутатам для рассмотрения губернатором области. Это предложение связано с предоставлением дополнительных бюджетных кредитов из федерального бюджета. Такое решение принято правительством Российской Федерации для того, чтобы обеспечить снижение расходов на обслуживание государственного долга. 3 миллиарда рублей установлен лимит для Кировской области, и данный лимит бюджетных кредитов будет направлен на снижение государственного долга по кредитам, которые привлекаются из коммерческих организаций. Такое решение принято по всем субъектам Российской Федерации, но хочу сказать, что срок гашения данных бюджетных кредитов утвержден до 1 июля 2021 года. То есть это такой краткосрочный бюджетный кредит, который предоставляется региону. Но, уважаемые депутаты, подчеркну, что даже вот эти 3 миллиарда рублей, они приведут к снижению расходов на обслуживание государственного долга в пределах 70 миллионов рублей. И это тоже определенно подспорили нам в рамках бюджета следующего финансового года. Поэтому, уважаемые депутаты, с учетом вносимых изменений, предлагается утвердить параметры на 2020 год по доходам 64,5 миллиардов рублей, по расходам на 69,6 миллиардов рублей, с дефицитом 1,1 миллиардов рублей. И, наверное, подчеркну, уважаемым депутатам, что в течение 2020 года расходы областного бюджета увеличены на 10 миллиардов рублей за счет, в том числе, решений, которые связаны с предоставлением средств из федерального бюджета. Уважаемые депутаты, прошу поддержать законопроект в двух чтениях. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, вопросы? Борис Александрович? Нет вопросов? Спасибо. Желают ли кто выступить? Выступающих тоже нет. Слово предоставляется Юрию Николаевичу Лактеву, председателю контрольно-счетной палаты Иерусской области. Уважаемые депутаты, проведенная экспертиза поправок, отклонений и нарушений требований норм бюджетного законодательства не установила, поэтому мы считаем возможным принятие внесенного законопроекта в двух чтениях. Спасибо, Юрий Николаевич. Слово предоставляю Сарману Альбертовичу Китову, председателю профильного комитета. Решение комитета рекомендовать законодательному собранию принять проект закона в двух чтениях в учетом предложения, одобренных комитетом. Спасибо. Коллеги, ставлю на голосование вопрос принятия в первом чтении данного проекта закона. Прошу голосовать. Спасибо. Прошу голосовать. Коллеги, пока вопрос этот подводится, итоги голосования. Прошу напомнить, что режим 20 секунд для голосования отводится. Увеличили до 30. Увеличили, да? Мы так поняли, что некоторые не запевают. Итоги голосования по режиму системе за 45 против 1 воздержались трое. Не голосовали, не голосовали. Тогда выводим на францию. Пожалуйста, депутат Мурглеев. За. Понятно. 46 за, значит. Спасибо. Ставлю на голосование вопрос о принятии дополнительных предложений, рекомендованных к принятию профильным комитетом. Прошу голосовать. Прошу голосовать. Павел Анатольевич. Депутаты по системе голосования за 46, 1 против, 1 воздержался. Решение принято. Не голосовал депутат Головков. Тогда, пожалуйста, депутат Головков, мнение ваше. Его нет на месте. Появился. Появился. За. За. Хорошо. 47 за. Коллеги, спасибо. Ставлю на голосование вопрос о принятии данного проекта закона в окончательной редакции с учетом принятых дополнительных предложений. Прошу голосовать. Спасибо. Результаты по системе голосования за 44, 1 против, 2 воздержались. Не голосовали депутаты. Валерий Владимирович, пожалуйста. Я за. Я за. Тут у меня немножко это. Понятно. Значит, кто еще не голосовал там? Нет, Виктор. Виктор Ваня, пожалуйста. Виктор Ваня. Виктор Ваня. Нет, конечно, не осуществляю. Не увекся. Так. Коллеги, нет больше никого, да? Тогда решение принято. 45 за 1 воздержался. Двое. Один против. Вы двое воздержались. Спасибо. Коллеги. Четвертый вопрос. О проекте закона области о внесении изменений в закон области о подтверждении заключенных дополнительных соглашений. к соглашениям о предоставлении бюджету Кировской области и с федерального бюджета бюджетных кредитов в двух чтениях. Слово предоставляется Ларисе Александровне Маковеевой. Пожалуйста. Уважаемые депутаты, на ваше рассмотрение представляется проект закона об утверждении дополнительных соглашений к тем соглашениям, которые ранее были заключены с Федеральным министерством финансов Российской Федерации о предоставлении бюджета Кировской области бюджетных кредитов. Мы уже очень много говорили о вопросе реструктуризации бюджетных кредитов в соответствии с теми решениями, которые приняты на федеральном уровне, в соответствии с бюджетным законодательством и в соответствии с тем порядком, которые разработаны и утверждены на федеральном уровне. Поэтому в соответствии с данным порядком Министерством финансов заключены два дополнительных соглашения к тем соглашениям, которые ранее были заключены по бюджетным кредитам. Данное соглашение, они устанавливают новые графики погашения бюджетных кредитов, при этом надо сказать, что графики увеличивают срок их использования. Второе, это определяются обязательства Кировской области, в том числе по определению параметрам дефицита областного бюджета и государственного долга. Устанавливается целевое использование средств, которые высвобождаются в результате продления сроков погашения бюджетных кредитов, а также устанавливаются меры ответственности за неисполнение принимаемым по дополнительным соглашениям обязательств. Значит, заключены два соглашения. Первое соглашение на сумму 338,5 миллионов рублей. Данная сумма, она определена и будет погашаться до 2034 года, ежегодно равными долями по 33,9 миллионов рублей. Это сумма, которая была реструктуризирована в рамках 2012 года, которая предоставлялась на засуху. И второе дополнительное соглашение, основное соглашение, которое связано с реструктуризацией задолженности в размере 15,6 миллиардов рублей. В соответствии с теми условиями, которые прописаны в соглашении, реструктуризированная задолженность будет погашаться в следующие периоды, в следующем размере. В 2022 году погашение не будет осуществляться, и это мы с вами учли при рассмотрении поправок бюджета текущего года. В 2021-2024 годах будет погашаться 5% от суммы задолженности в сумме 781 миллионов рублей. И в период 2025 по 2029 годы, также равными долями, в течение 5 лет будет погашаться бюджетный кредит в сумме 2 миллиарда 189 миллионов рублей. В результате реструктуризации определяется объем средств, который высвобождается и будет оставлен в регионе. Прописываются условия, в соответствии с которыми определенные четкие направления, на которые будут направляться данные средства. А также в данных соглашениях установлен уровень долговой нагрузки бюджета во весь период реструктуризации бюджетных кредитов. По условиям соглашений, данные дополнительные соглашения должны быть утверждены депутатами законодательного собрания. Поэтому, уважаемые депутаты, прошу поддержать законопроект в двух чтениях. Спасибо. Спасибо. Вопросы к Ларисе Санаме? Вопросов нет. Желает ли кто выступить? Желающих тоже нет. Слово предоставляется Арману Абертовичу. Пожалуйста, Арману Абертовичу. Уважаемые коллеги, решение комитета рекомендовать законодательному собранию принять проект закона в двух чтениях с учетом редакционной правки, связанной с изложением соглашений в хронологическом порядке. Спасибо. Коллеги, ставлю на голосование вопрос о принятии в первом чтении данного проекта закона. Прошу голосовать. Прошу голосовать. Депутаты по электронной системе за 45, против 1, воздержался 1. Не голосовали депутаты Воронков? Депутат Воронков. Пожалуйста, Максим Юрьевич. Да, я за. За. 46 за. Можно. Константин Маркович. Не отвечает. Ну, значит, как есть голосование. Коллеги. Головков, пожалуйста. Голосую за. 47 за. За. 48. Спасибо. Нет больше не проголосовавших, Павел Анатольевич? Нет. Спасибо. Коллеги, ставлю на голосование вопрос о принятии данного проекта закона в окончательной редакции с учетом редакционной правки. Прошу голосовать. Спасибо. 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 Да, да, да. Да, да. Так, Павел Анатольевич, кто не голосовал? Сергей Сергеевич, пожалуйста. Нет на месте. Нет на месте. Значит, результаты голосования озвучены. Пожалуйста, пойдем. Павел Анатольевич. Лугинин. Лугинин. Не отвечает. Ну, не отвечает. Еще кто? Павел Анатольевич. Пожалуйста, Герубин. Поддерживаю, поддерживаю. Понятно. Еще. Депутат Цыкчина. Ваше мнение. Я за проголосовал. Вроде бы голосовал. Коллеги, решение принято. Ваше мнение. Ваше мнение. За. Коллеги, согласно порядка нашей работы, полтора часа прошло, и объявляется перерыв. Я так думаю, что на 15 минут достаточно будет. Спасибо. 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 амен. Спасибо. 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 Сверх�иня откликнулся. Спасибо. Редактор субтитров. До ремного аккаунда лета маршруется журного коллакового. Продолжение следует... 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 Следующий вопрос. О досрочном прекращении полномочий депутата законодательного собрания области 6-го созыва Вячеслав Николаевича Ягдарова. Слово предоставляется Юрию Александровичу Балыбердину, председателю профильной комиссии. Пожалуйста. Субтитры подогнал. У меня не вопрос. Скорее, мнение, наверное, будет не совсем правильно, если я буду выражать мнение как депутат в отношении решения суда. Но как человек, любитель животных и в частности собак, хочу отметить, что подобное поведение недопустимо. И считаю, что наказание с учетом того, что человек не раскаялся, не признался, давал ложные показания, заставлял давать ложные показания других, слишком мягкое. На мой взгляд, таким людям место на нарах, а не законодательном собрании. Спасибо. Есть ли еще выступления? Нет. Коллеги, ставлю на голосование вопрос о принятии постановления проекта, который у вас имеется на руках. Прошу голосовать. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . . . , честно говоря, . Спасибо. . Спасибо. 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 . 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 , 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 озвучу. , может быть, причина в недостаточной оснащенности больниц транспортом, оборудованием и персоналом. У нас, допустим, вятских погозят больных. Остается просто одна. Это на самый большой район Кировской области. Как в этом случае быть? За этот год у нас больница не сделала абсолютно никакого ремонта и не закупила никакого оборудования. Причина банальная – нет денег. Давайте посмотрим, почему. Если раньше больница сама распоряжалась заработанными средствами, так называемая подушевая оплата, то сейчас они получают в другие больницы, на другие районы. Я понимаю, нужно другим помогать. В то же время некоторые больницы в областном центре живут, как прежде, и ремонт, и оборудование все делают. Я понимаю, что нужно Кирову отстраивать больницы, потому что там больше всего народу живет. Но, смотрите, если мы весной говорили о строительстве госпиталей и больниц в городах крупных, так как вспышки в основном происходили там, то сейчас осенью показывают, что как раз больных больше всего везут с периферии, то есть так, скажем, с района. Зачем из Вятских полян и Малмы же везти, допустим, Киров, что скорая помощь едет 7-8 часов, везет больного. Это же немыслимо. Может быть не только в транспорте и персонале, а может быть в том, что рекомендации с Министерства здравоохранения Кировской области на места следует не брать мазки и не делать КТ в течение первых четырех-пяти дней. Как министр предлагает, дайте людям поболеть, потемпературить, давайте рассмотрим такую ситуацию. Вот у меня свой случай из семьи был. Пришел племянник, тоже заболели, но они пришли в больницу, им говорят, через 5-6 дней приходите мазок брать. Люди ходят по городу, люди ходят в магазин, ребенок идет в школу, заражают друг друга. Почему не организовать сразу, если первые признаки заболевания, как с ОРВИ, нет никакого гриппа, все перекрыл коронавирус, все абсолютно. Точно так же с температурой, люди лежат с температурой. За ноябрь месяц в Вятскополянском районе скончалось больше 140 человек. Если взять статистику по пневмонии за прошлый год и за этот, больше чем в два раза. Это более чем печальная статистика. У меня на прошлой неделе умер друг, 52 года. Как бы его медики не старались в Кировске, спасибо им, поклон земной. Но не смогли, как им сказать, что папа больше не придет. Что касается Кирова, я сочувствую. Потому что из-за неправильной, вот я считаю неправильной постановки этого вопроса, все больные всей Кировской области едут в больницу. Кирова. Какой перегруз делать в областных клиниках, в областных больницах. Это там дикие, дикие просто очереди стоят. Народу лежит вообще дикое количество. Медики тоже люди. И они, к сожалению, заболевают и умирают тоже, к сожалению. И вместо того, чтобы выполнять свои, так скажем, обязанности по спасению нас и наших близких, они сами заболевают. Я считаю, что нужно организовывать на местах, уже пора в районах организовывать ковид-госпиталя, оснащать необходимым оборудованием и делать это все на местах. Двухэтажное здание терапии отремонтировано, пустое. Почему бы его там не сделать? Нет, не сделали. Скорой помощи. Спасибо Рахиму Избойевичу, что он переговорил с Минэкономразвития, с Минтромторгом. И скорой помощи к нам поступят. Но этого мало будет. Я весной задал вопрос в Министерство здравоохранения, сколько дополнительных средств. Здесь же я задавал вопрос, только я задавал руководителю ФОМС, но не по адресу. Потом я его перенаправил Чернееву. Сколько было направлено, пришел ответ. Медикам Уржумского, Малмышского и Вятско-Полярского района была выделена такая-то сумма. При дальнейшем анализе выяснилось, что указана была сумма, которая была назначена президентом, определена для выплаты медикам, которые сталкиваются ежедневно с ковидными больными. президентом. А вопрос был, сколько из бюджета Кировской области дополнительно было выделено. На этот вопрос я так и ответа не получил. Я понимаю, что недостаточно средств. Но даже те средства, которые есть, нужно расходовать рационально и нужно правильно выстраивать эту работу. Я считаю, со своей задачей не справляется. И если его коллеги еще с некоторых регионов весной этого года сложили полномочия, понимая, что они могут не справиться и что с них спросят, то я считаю, что господин Чернеев с этой ситуацией уже не справился. И этот вопрос нужно уже решать кардинально. В результате именно неправильных, не вовремя оказанной медицинской помощи. Потому что на местах ее просто физически не могут оказать. Физически. Но в самом деле у меня за прошлую неделю и за предыдущую неделю несколько знакомых, несколько друзей. Я уже никогда их не увижу. Поэтому не выступить. Спасибо за внимание. И очень жаль, что от Министерства здравоохранения никого у нас не присутствует. Спасибо, коллеги. Спасибо. Владимир Александрович, вопрос. Есть ли у кого-то еще? Коллеги, нет? Уважаемые коллеги, сегодня мы провели, так будем говорить, крайнее заседание в 2020 году. Кулинарное заседание. Конечно, уходящий год у нас был очень сложным. Мы лицом прицелы, так уже говорили, спокнулись с пандемией. Заботясь о здоровье наших коллег, мы сделали все, чтобы не подвергать их дополнительному риску. Но законодательский процесс непрерывен и требует оперативного решения. Нам удалось сбалансировать два этих вызова. Мы закрепили в регламенте возможности проведения заседания в режиме видеоконференцсвязи, организовать заочное голосование. В результате за год мы провели 12 пленарных заседаний. В режиме ВКС мы работаем уже четвертого заседания подряд. Депутаты имеют те возможности, которые мы наблюдаем сегодня, что и в привычном, мощном формате. Идут активные обсуждения, высказываются разнообразные мнения, позиции. При этом соблюдаются принципы открытости и прозрачности в работе законодательного собрания. Подводя итоги этого непростого года, стоит подчеркнуть, что Кировская область выполнит все социальные обязательства перед нашими гражданами. Это стало возможным благодаря слаженной работе всех уровней и ветерей власти. Сегодня нами приняты очередные изменения в областной бюджет. Это позволит обеспечить все социальные выплаты и перечислить зарплаты бюджетникам за декабрь в декабре. В положившихся условиях региону потребовалось дополнительное поддержка федерального центра. И Кировская область такую поддержку получила. Только на компенсацию недополученных собственных доходов региону предоставили свыше 2,2 миллиарда рублей. Примерно такая же сумма около 2 миллиардов выделена, чтобы поддержать безработных граждан. Почти 2 миллиарда рублей предоставлено на стимулирование выплаты врачам и соцработникам, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Именно благодаря самоотверженной работе врачей область достойно справляется с угрозой пандемии. И ответственное поведение кировчан помогает сдерживать распространение этой опасной болезни. Выполняя задачи по сохранению социальной стабильности, мы с вами работали и над поддержкой экономики. По решению депутатов принят целый ряд мер по снижению налоговой нагрузки на предпринимателей и на организации. А у жителей региона появилась возможность стать самозанятыми и платить налог на профессиональный доход с низкими ставками. Мы планируем продолжить работу по совершенствованию налогового законодательства. В Кировской области должны быть комфортные условия и созданы комфортные условия для расширения бизнеса. Также привлекательные для реализации масштабные инвестиционные проекты, чтобы у нас они тоже продолжали быть. Трудности в 2020 году сплотили нас, дали нам импульс, чтобы мы по-новому оценили привычное положение вещей и использовали все существующие возможности для движения вперед. Поэтому в 2021 году мы встречаем с надеждой на лучшее и с готовностью еще больше трудиться на благо Кировской области. Тем более, что в регионе третий год подряд будут упрощаться национальные проекты. И совместно с исполнительной и местной властью мы сможем сделать так, чтобы проекты пришли в каждый дом, реально улучшили жизнь наших земляков. Уважаемые депутаты и все, кто с нами взаимодействует, благодарю вас за деятельную работу в 2020 году и желаю новых успехов всем коллегам. С учетом того, что первые 10 дней января не рабочие дни, в январе традиционно заседание не планируется. Всем вам разослан примерный график сессии на 2021 год. Просьба учитывать его при составлении рабочих планов. Следующее заседание намечено на 18 февраля. Коллеги, на этом повестка дня исчерпана. Всех я вас благодарю за работу и спасибо всем. Субтитры создавал DimaTorzok Игорь Негода. Игорь Негода.